Приветствую! Сегодня я поставил себе задачу провести обзор нового погружного измельчителя, стержневого блендера, называйте его как хотите, Bosch Ergomix Style. Что это за стайл и что это за Ergomix, давайте рассмотрим. Открываем коробку и смотрим, что же там находится внутри. Прорезиненная крышка, вставка для дисков, мерный стаканчик, насадка для взбивания и насадка кухонный комбайн. Стальные вставки и наконец сам блендер, сам погружник, он находится в нижней части и хорошо упакован в пенопласт. Информационный стикер на стальной ноге наклеен очень удачно, он клеится сам к себе и не касается хромированной ноги, поэтому она чистая, ее стоит протереть раздвиждь салфеткой. Ну и наконец сам моторный блок. Почему же он называется Style? У меня есть предположение, что из-за зеркальной поверхности, это реально как будто зеркальце, в нем можно увидеть свое отражение, можно посмотреть, как ты выглядишь, то есть делаешь вид, что стоишь на кухне и взбиваешь, а сам смотришься в зеркальце. Держа правой рукой погружник, этой же рукой регулировать скорость не очень удобно, наверное, все-таки речь идет о том, что скорость устанавливается другой рукой. Темные части погружника выполнены из прорезиненного пластика, а светлые выполнены из настоящей нержавеющей стали. Красивый, приятный и холодный на ощупь. А с насадкой-венчиком он похож больше на корабль «Восток ТМ», я не знаю, какой-нибудь. Пока не знаю, как с точки зрения работы, но с точки зрения дизайна этот погружник способен стать реальным украшением кухни. В насадке кухонном комбайне уже установлен универсальный нож для измельчения различных продуктов. И аксессуар, который первым бросился нам в глаза, это специальная вставка для установки различных насадок для измельчения, нарезки и шинковки продуктов. В комплекте идет 4 ножа вставки, различные шинковки, терка, не заточенная для орехов сыра и обычная классическая терка для овощей. Вот эту обычную терку мы сейчас прямо с вами и поставим. Только сейчас, поднеся эту вставку к камере, я обнаружил, что в центральной части есть специальное углубление для пальцев, чтобы устанавливать и вытаскивать ее, не засовывая пальцы вокруг диска, либо там между чашей, а специальное углубление очень-очень удобное. Сейчас посмотрим. Крышка комбайна с редуктором. На ней есть специальные выпрессовки, которые говорят нам о том, что нельзя ее ставить в посудомоечную машину, потому что там есть редуктор, смазка, то есть они могут вымыться, и нельзя опускать ее целиком в воду. То есть поместить ее в тазик с водой и опустить ее, окунуть в тазик с водой нельзя тоже, поскольку вода попадет внутрь. Тем не менее, мыть ее под краном, конечно же, можно, и я думаю, что не раз ее придется помыть там после измельчения, взбивания или нарезки продуктов. Крышка легко и интуитивно устанавливается, ну и в комплекте идет, конечно же, толкатель. Очень легко установить погружной блок на кухонный комбайн. Стоит очень легко, элегантно и жестко закреплен на нем, то есть случайно упасть, либо выпасть ее не сможет. Ну и, наконец, пришло время действия. Первой у нас пострадает сегодня морковка. Я поставил специальную терку, которая, по идее, должна нарезать мне морковку, как по-корейски. Посмотрим, что получится. Ну вот он результат. Хотел сказать, долгожданный, хотя, конечно, ну какой он долгожданный, буквально секунду и все готово. Перед приготовлением следующего ингредиента я слегка сполосну чашу. Заменю корейскую терку на терку незаточенную для орехов и сыра. Ну и сейчас покажу, как делать не надо. Сначала нужно загрузить орехи, поставить толкатель, прижать их и только потом включать погружник. Я же сделал все наоборот, то есть повел себя, как вел с морковкой. Ну вот результат. Любой опыт делает нас сильнее, но, надеюсь, это тоже пригодится. Конечно, главная задача этой насадки натирание картофельных драников, либо, например, сыра, но, тем не менее, орехи она тоже способна натереть, например, для какого-нибудь салата без проблем. Субтитры сделал DimaTorzok Третьим инквизитором сегодня будет шинковка, а жертвой будет яблоко. Не порежешь, не засунешь, поэтому придется разрезать яблоко на четыре части, иначе оно не пролезет в толкатель. Все-таки это не мощный настольный кухонный комбайн, у которого большая загрузочная шахта, это все-таки просто насадка для погружника. Но никто, собственно, и не сомневался, что он с легкостью нашинкует наше яблоко. С этим нашинкованным яблоком можно сделать шарлотку, штрудель, приготовить компот, да все что угодно, но мы используем это яблоко по-другому. Итак, вы уже заметили, что четвертая наша сегодняшняя жертва – это пучок зелени, скорее всего, это укроп. Универсальный нож с легкостью превращает крупный укроп в мелкую нарезку, которую можно посыпать в суп, либо добавить в салат, либо еще куда-то. Сейчас посмотрим. Блендер очень хорошо держится за корпус кухонного комбайна, поэтому даже случайный наклон, поворот, либо просто поднятие его за моторный блок никак не сказывается на стабильности прибора. Зелень измельчили, получилась идеальная посыпка или ингредиент для какого-нибудь салата, коктейля или пюрешки. Пришло время испытать главную насадку этого прибора – стальную погружную ногу. Мы насыпем с вами в мерный стаканчик все, что мы с вами перед этим подготовили. Это морковка, это яблоко, это зелень. Единственное, наверное, орехи не будем засыпать, хотя, может быть, и стоило бы. Но пока остановимся на морковке, яблоке и зелени. Посмотрим, что сможет сделать с этими ингредиентами наша погружная нога. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, включаем среднюю скорость или давайте включим импульсный режим максимум и будем начинать считать время. Примерно 20 секунд и вся наша масса – это сырая морковка, это, ну, само собой, сырое яблоко, это зелень, которая с легкостью превращается в пюре. Это пюре можно засунуть в микроволновую печку, буквально за несколько секунд подогреть, довести до стерильности и дать ребенку, либо съесть самим такой овощной летний коктейль. Примерно 20 секунд. Ну и еще одно сегодняшнее испытание – испытание льдом. В конце 90-х годов Bosch сделал первый в истории современных погружников четырехлепестковый нож. Все производители раньше делали два обычных лезвия горизонтальных, Bosch сделал еще два вертикальных лезвия. Зачем? В чем смысл? Дело в том, что с помощью обычной стандартной погружной ноги любой погружник Bosch должен измельчать лед, то есть превращать обычные кусочки, кубики льда в настоящий полноценный снег, который можно, не знаю, засыпать в коктейль, например. Поэтому здесь два вертикальных ножа. Мы берем с вами лед, кидаем его в мерный стаканчик и сейчас начнем процесс измельчения. Те самые два вертикальных лезвия, которые предназначены для колки льда, которые позволят превратить лед, ну по сути в пух и прах. И вот эти вот специальные отверстия на куполе. Это система антисплэш. Что это за система? Можно прочесть на упаковке. Это система, которая защищает от брызг. Ну давайте начнем процесс измельчения льда. Включаем максимум. Продолжение следует... Итак, вот он наш лед, точнее бывший лед. Теперь это такой легкий снежок, который можно кинуть в коктейль, из которого можно сделать снежок. Ну и, наверное, можно поиграть дома в снежки. Прибор способен выполнить практически любую домашнюю работу. Объем, конечно же, небольшой. Если у вас задача порезать там 20 килограмм салата оливье, это не для него. Но мелкая домашняя работа это то, что с легкостью выполнит данный погружной кухонный процессор. Ну и плюс красивое зеркальце. Девушкам будет приятно, что во время измельчения продукта можно еще и навести красоту. И никто даже не обратит внимания, что в данный момент вы занимаетесь собой. Удачи вам! Продолжение следует...